Юрмала в этом году после ухода новой волны потеряла миллионы евро сверхдоходов. Если цены на номера в гостиницах в конце июля во время музыкального конкурса зашкаливали за тысячу евро за ночь, то этим летом они опустились в 10 раз. Тем временем в Сочи уже начинается подготовка к новой волне. На площади Северного Мола будет оборудована сцена, зрительские места и все необходимое, чтобы провести мероприятие на самом высоком уровне. Работы по его подготовке начнутся уже в сентябре. Для нас это еще один шаг в продвижении, это еще один шаг к тому, что мы поистине будем действительно культурной столицей России. И это здорово, потому как это и есть то, что нам необходимо. Что нам необходимо для того, чтобы круглый год нам с удовольствием приезжали туристы, здесь отдыхали, гуляли и оставляли деньги для развития города Сочи. Ранее планировалось, что конкурсная площадка будет размещена в Олимпийском парке. Но из-за изменения дат проведения новой волны на 2-11 октября это стало невозможным и за гран-при России «Формула-1» на Сочи автотроме. Но организаторы уверены, что площадка у Северного Мола ничем не уступит возможностям Олимпийского парка. Территория получит зеленое оформление от специалистов, готовящих прибрежный кластер к зимним играм. Там же появится современная сцена, будет установлено все необходимое оборудование. Новое место всегда приносит что-то новое. Мы очень надеемся, что наш новый адрес принесет что-то новое и интересное в этот проект. И мы, собственно, так и готовимся. Потому что с переездом надо все равно что-то менять. И вот мы решили, что с переездом обязательно что-то будем менять. И внутри концепции, и, может быть, в самих концертах. И меняем площадку, и меняем зал специально строим такой. До сели никогда не было. В охране правопорядка будут задействованы и частные охранные предприятия, и казачество. Также при необходимости в Сочи будет прикомандирован дополнительный состав полиции. В связи с тем, что в день открытия конкурса 2 октября из порта Сочи в 20 часов отходит большое судно, начало праздника, скорее всего, состоится в 20.30. Все события, которые будут происходить на сцене на Северном Малу, планируется показывать на лайв-сайт площадки Южного Мала. А окружающим кафе будет рекомендовано в этот период делать звук потише, чтобы город мог слышать песни новой волны.